здравствуйте в этом видео я хочу зафиксировать информацию для себя и поделиться с вами как я вижу кардиган из пряжи alize real 40 я уже показывала эту пряжу так это можно достать показывала эту пряжу к сожалению я сняла этикетки да и здесь не смогу вам подсказать точно номер цвета но если посмотреть alize real 40 то всегда можно найти такой вариант цвета мне кажется там их немного такие бусковый колер полушерсть и меня таких шесть мотков так это тоже можно достать процесс который я тоже показывала работаю над ним 6 ма . вот уже один моток у меня в работе и и почти почти вывязан один моток визу вяжу в две ниточки были было много у меня размышлений что делать вязать в одну или вязать в одну ниточку или вязать в две ниточки в принципе в одну нитку это возможно но слишком мне хотелось более такой кардиган чтобы был чувствовался на теле да вот потому что ну кардиган в одну ниточку я не думаю что это будет хорошо какой-то он с хлеб да но но не кардиган поэтому я выбрала вариант вязать в две нити с одного матка беру изнутри и снаружи ниточку в две ниточки вот такой есть пушок она не сильно распушается на чуть-чуть уплотнится после стирки это в принципе максимум что может быть вижу на спицах номер восемь это у меня такие спицы оди клик съемные из комплекта всегда с удовольствием его рекомендую потому что очень хороший комплект здесь как вы видите у меня стоят вместо маркеров просто ниточки потому что мне не нравится здесь спицы номер восемь кубические и маркер лампочка точно маркеры пластиковые нужны специальные колечки у меня есть колечки диаметром 10 миллиметров они заходят на спицу но когда под кольцо и между спицей попадают петельки то они начинают как-то так останавливаться там и нужно все время проталкивать поэтому я просто повесила вот такие ниточки тоже какую-то пряжу отрезала немножко и контрастные разделила я думаю что сейчас я должна довязать до конца это поворотное вязание так как это кардиган довязать до конца и попробую разложить здесь трусик не очень большой я попробую разложить но прежде чем я довезу до конца ряда скажем так да что еще мне нравится в поворотном вязание что в принципе всегда понятно когда у тебя ряд с прибавками иногда бывает пряжа такая что вот забываешь это был ряд с прибавками или без это регланом сверху я вижу а если лицевой ряд при поворотном вязание кардигана то понятно что это ряд с прибавками если вы вяжете через ряд до ряд с прибавками ряд без прибавок изнаночный ряд это ряд без прибавок мне конечно нравится что мне не нужно ничего запоминать или там просматривать в поворотном вязание я вяжу не за переднюю а за заднюю стенку вот таким образом если бы было круговое я бы за эту петелечку а так вяжу за заднюю стенку довязываю до сейчас линии реглана это же зафиксирую как я делаю прибавок хожу уже до регланных линий здесь у меня три регланные линии расчет этих регланных линий и реглана сверху в этом кардигане я сейчас тоже зафиксирую потому что я я потом забываю и эта запись в принципе и для того и делается чтобы запомнить как это изделие было рассчитано и как я взяла довязываю 2 петелечки у меня остается вот уже у меня маркер сделаю ближе маркер вот так вот перед маркером и я должна сделать прибавку я провязываю вот в петлю нижнего ряда хватаю ее край вот он еще раз потому что я так понимаю что не совсем вот она петлю нижнего ряда раз еще раз вот это набрасываю и провязываю за заднюю стенку перебрасываю 3 петли лицевой гладью меня здесь вяжется регланная линия из трех петель так перебрасываю маркер и здесь мне тоже нужно сделать прибавку и тот сейчас вот это уберу чтобы и тут я прибавку делаю точно так же с этой стороны но не вот в эту петельку которую мы только только связали нету смысла ее брать потому что только связали а как бы на ряд ниже на один ряд ниже вот эту но здесь очень плохо видно раз вот сюда и провязываю уже за переднюю стенку и дальше опять я вижу за заднюю стенку до следующий и довязываю довязываю и довязываю дом следующие рекламные линии отодвинула уже эту темную коробку перед регланной линии раз еще чуть чуть дальше чтобы был попробую перед регланной линии на ряд ниже беру стенку петельки на рад ряд ниже вот она набросила провязала за заднюю стенку чтобы не было дырочки вот такая будет получаться не видно нету дырочек перебросила маркер за заднюю стенку дальше 3 лицевые так перебросила маркер теперь прибавка не с вот этой свежей связаны по сути а вот нужно на ряд ниже вот отсюда и уже за переднюю стенку довязываю здесь еще есть у меня такой момент и вот здесь в конце я не знаю конечно да наверное мне хватит еще вернуться назад этой ниточки и буду присоединять запарший моточек я уже выкоры стала и вот в конце 3 петелечки эту провязываю лицевой здесь у меня изнаночную я вяжу в конце у меня 2 изнаночные по сути вот эту изнаночную я не провязываю я снимаю ее и кромочную вяжу изнаночной вот так вот и тогда у меня вот такой симпатичный край получается этого кардигана потому что я не знаю может я ничего не буду некую планку ему вязать я думаю что я переснимать не буду сейчас покажу как это выглядит на существующем то хотя бы с одной стороны так хорошо видно это первая моя полочка даже чуть-чуть сделаю ближе под полочка и главная линия это рукав вот так вот и вот так будет у меня выкладываться мой кардиган спинка с этой стороны точно точно так же я хочу уже просто довязать этот моточек одного моточка вот хватает на но я не знаю наверное я я считаю что на рукава мне нужно по одному моточку может быть чуть-чуть половинка еще уйдет все зависит от того какой длины будет вперед спинка еще пол моточка в принципе в принципе я думаю мне хватает пряжи свяжу рукава потом довяжу все тело дальше но пока еще до разделения на полочки и на рукава пока еще далеко расчеты какие были расчеты у меня я набирала 90 петель связала резинку 1 на 1 и провязала здесь 15 рядов 15 рядов вот она эта резиночка 1 на 1 спицы у меня номер вот мне не 15 раз два 10 10 10 10 10 10 рядов спицы номер восемь дальше я разделила петли следующим образом 3 регланные линии под три петелечки просто лицевые петли рукава рукава 12 12 а вот здесь же у меня тоже до разделена вот вот эта часть вот она так 12 право 12 правая и 12 левая полочка спинка 30 и того раз два три четыре и здесь еще раз 12 12 на 5 это 60 плюс 30 90 петель все вот такой очень простой и базовый расчет записываю если получается хорошее изделие я потом возвращаюсь к этим записям вот еще что забыла сказать что после того когда я провязала 10 рядов резиночки 1 на 1 перед тем как разделять разделять петли вывешивать маркеры я еще провязала один ряд изнаночный вот эта пряжа реал 40 ализе ангура gold она она хорошо держит любого рода мне кажется узоры или другие какие-то петли всегда у нее красивый такой теневой рисунок получается поэтому я этим воспользовалась и вот так отделила сейчас замеряю буду уже доставать линейку вернее сантиметры который так 18 у меня сейчас сантиметров но конечно этого мало нужно еще сантиметров 7 не провязать это как минимум чтобы рекламная линия кардиган я хотела бы такой подлиннее большой чтобы рекламная линия достигала около 25 сантиметров вот я провяжу 25 и посмотрю как будет уже тогда мы смогу и на провяжу 25 сантиметров что было общее от от горловинки и тогда посмотрю может быть перейду на коннектор перенесу на спицы и примере у как на плечи на брошу посмотрю как это будет выглядеть количество петель тоже еще пересчитаю мне хотелось бы вот чтобы спинка например достигла где-то 60 65 петель вот так вот ну и соответственно впереди чтобы было на полочках на каждой полочке чтобы было да там до 30 петель 27 30 петель да вот я я буду набирать и посмотрим как это будет выглядеть в реальности все этот вывязываю буду присоединять следующий такой процесс я надеюсь что я все зафиксировала правильно ну пока свет свежая свежа память потому что начинаешь вот вяжешь 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 три дня прошло все уже здесь сидишь пересчитываешь рашутся было как я здесь набирала сколько этих петель было кажется что ну вот все же понятно но ничего не не запоминается